АУТОМАБИЛЬНО-ЛОГИСТЫЧНЫЙ ТЕРМИНАЛУ У посёлку Балбаса воздаденный комплекс забеспечить худкое перемещение товаров от вытворцев да споживцов на рынках Европейского и Мытного Союза. Как выбраться с полонки самому и выратывать того, кто терпит бедство? Витебские ротовники вучить бойцов молодых отраду, а ховы правопарадку оказывать допомогу. У Витебску завершился четвертый междержавный турнир по Мастацкой гимнастыце Кубок по внушной столице. У споборництвах приняли удел 250 юных грацей из России, Литвы и Беларуси. Далее про гэты иншая подрабязня у студии Наталья Байнарович. Витаю вас. Автомобильно-лагистычный терминал у посёлку Балбаса здадзено эксплуатацию. Гэта первая черга мультимодального промыслово-лагистычного комплексу. На перекрыжаванні головных автомагистралю М1 и М8, які звязываюць у сход и заход по уношчай поудзем Беларуси, з'явилися сучасные склады. Комплекс дозволит своим резидентам без додатковых затрат запеспечить умовы для охоткага перемещения товаров от вытворцев да споживцов на рынках Европейского и Мэтного Союза. А Шанский регион отрымая 100 новых працовных мест и подтвердить свой статус одного из головных транспортных узлов Украины. Наши корреспонденты обусім подрабязні. 24 години у сутки и без выходных. Автомобильный логистычный термінал готовы до продуктивной працы. Тяжко уявить, што калісті на місце сучасных корпусов было чистая поля. Зараз тут размясціліся складские помешканні, адміністраційно-бытовый будынок, стоянки для легкавых і грузовых автомобілів. Комплекс стане часткой міжнародной логистычной системы. Мы видим на территории Оршанского района создание нового індустрально-промышленного центра с полной інфраструктурой логистики. Для области и района прежде всего это социальная часть. Что это? Это налоги. Налоги – это развитие региона. Я уже не говорю о рабочих местах, о занятостях и так далее. Это очень амбициозный проект, и особенно для не только Оршанского региона, он очень амбициозен, потому что в одном месте авиа, железная дорога, автомобильная, вот эта інфраструктура, она нигде не присутствует, в том числе и на постсоветском пространстве. Пограничный, мытный, ветеринарный контроль, страховые послуги. Усе необходные для перемешання грузов операции теперь будут доступны на буйной логистичной працівце у посёлку Балбасово. У ліпіні винулого года я є наведаў кераўнік державы Александр Лукашэнка. Одно з основных доручэнў президента тады тышылыся темпаў будавніства. Их трэба було паскараць, бо гэта вілізарная перспектыва, махчымыць развівацца і зарабляць, што вельмі актуальна для трёхтысячнага пасёлка. Зараз іде модернізація узлётно-пасадышной паласы, якая пралягая побышць карпусамі. У полную силу планують задзейнышыць не толькі аэродром, а лей чыгунку, бо Орша заяўляецца найбуйнейшым чыгунышцам в узлом краіны. Зараз утарыхтуець до отправки ў Китай 40-футовы контэнер с беларускім тавараме. Па маршруте Орша-Наньчан експортны тягніха отправіцца ўжо 11 лютага. У перспективі контэнерные грузы Заршу в Китай планують отправляць што месяц. Такім чынам регіон стане ближай до вялейкого рынку паднябесны. Саргей Місурагін, Михаил Хростофоров, Новіны, Оршанскі район. Тым часам витіпскі рытаўнікі вучыць байцов молодзівы хатрату аху выправа парадку аказываў да памогу людзям, што терпять беўства на людзі. Учыбно-метадычны збор прайшоў на водасховіщу вёсцы Сакольнікі. Сё літа молодзівы рух МАА пазначаў сваё 15-готці. І професійный узоровінь байцов павышаецца пастаянна, якраз падчас такіх практичных занятку. Наш корреспондент Войгош Маргун таксама прайшла курс молодога рытаўніка. Попираюмся ногами, отталкиваемся и откатываемся в безопасне место, но в возможности сразу не вставать, лучше ползком. Як выбраться с полонки самому і выротаваць того, хто терпить бедства? Для наглядности Александру Селивану довялось не раз опускаться у ледяную воду. Замёрзнуть снядаў специальний костюм. У таких і працююз професійаналы. Водолазный костюм сухого типа, в него не попадает вода, мы в нём находимся герметичными от воды, сухие, под него подзевается в зимнее время утеплитель, в котором мы себя чувствуем тепло і уютно. Тым не менш колеги Александра з пожарно-аварийных ротовальнах отрады «Витязь» працують зимпненно. У реалі у чалавека, які провалився под лёд, ёсць ліченые хвелины. Уход ідуть специальні сродки – ротовальна дожка і конец Александрова. Хлопцы з молодівых отрадов «Аховы правопарадку» за работой супрацовників МНС назірають з захоплінням. Многі з їх своё життё планують звязать з такой службой. Эти ребята, они увидели, що нічого в принципі сложного нет. Ні какого-то специального, якого-то умений суперменом быть не надо. Нужно просто все грамотно, спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой, как говориться, без паники все сделать. Тогда у вас буде шанс спастись, і чоловік, який ви хочете спасти, у нього буде шанс воспользоваться вашей помощью, а не затягнути, грубо говоря, і вас под лёд. Не разгубиться і почать дійнічать, навод коли під рукой, тільки підручні срідки. У водолазного спеціаліста Вячеслава Горана 15-ти годовий вопіт рятування з води і з-под лёду. Элементарні навыки Йонсёння передає молодым. До помагчі у критичній ситуації може любий прадмєт – ключі, нож і навод шапка. Вони должны понимати, яка опасність є при оказанні допомоги, і що необхідно в якій послідовість зробити, щоб все-таки спасти чоловіка на ліду. Ребята, які попробували, убедили, що це не дуже просто, і надію, що це в голові відложиться, і поможуть їм справитися з цією, як вони в неї потрібно. Курс молодого ратауніка був би неаповним, коли хлопцям не дали поспробувати свої сили. Оказалось, а витягнути человека з полонки не так і лёгко. Це було дуже важко. Я коли лёг на лід, я ощутил, що мене самого тянет немножко под лід, і лід прогинається. Це як би опасність і для чоловіка, і для того, хто тонет. Я думаю, ну якщо, мені пригодяться ці знання і навыки. Ближай до весни, під час адлиги, лід на водоємах становиться тонким і небезпечним. Тому нове уміння бойцам молоді вихотраду ахову правопарадку якраз у час. До помоги людям може спотрібиться у любую хвилину. Вольхуш Маргун, Ян Пчельников, Новини, Витебський район. Протягуєм выпуск. Кривавую разню по-адвіцівському чыніла зграя діких сабак. Уже харкі Тулова загрызлі троха вєчы, куяє сусідкі кури. І гэтый жудосный выпадок не пешы. Зграя приносить страты і наводзіць страх. Людзі не ведуюць якуратоваць свою господарку і бояться самі выходзіць на вулицю у вечары. За допомогу Яны зверталіся і у міліцію, і сільський савет. Паталіфіновалі і на гарачу лінію нашій таліряду компанії. Хто віноват і що робіць, вісятляла Юлія Устінова. Рожкі ді ножкі і слады криваві розні, знайшлі раніцей ухляві господары. Яны упэлнені, що на овечок напалі не вауці і не міфічная чупакабра, а минавіто здічеліе собаки. В загоні все три овці, все порваны. С'єдіны полністю, внутрінністі все полністю с'єдіны. Осталіся тільки жалутки, в які були забіты сеном. І така картина не у першыню. Драпіжнікі уже наведуваліся у верісні. Прийшлі ночшу, пераскочылі празагороджу і загрызлі дзвіх овечок. Тады цудам выратываўся малінкі баранчык. Пагарававшы, господары знов купілі і стали гадаваць овечык. На гэта раз добра умыцавалі загон і усталявалі агороджу сетку по перыметры свайго ўчастка. Каждый вечер, как на работу, стая більше 20 сабак, дорожкай-дорожкай к нам сюдаваць в пасёлок. Та ессюда к нам прихоўт іменно дікіе сабаки, брошенные сабаки, которые ся ж пражываўт на свалкі. Вапрос у дікіх сабаках практически каждый год стоїт. Пазвониш сельскі савет, вроде, как говорят, всё отловіли, всё убрали, всё. Зграю сабаку Тула вергулярна сустракая Галіна Дзям'яновна. В осінню, каже, жанчыны ў суседзеў загрызлі трусоў. Пры чым сабаки змагля адкрыць клеті. Гэтай ночу ахвяры зубоў бадзяжных сабак стали пяць курэй-пенсіонеркі. Я ў половина шыстого пашла, пачуствывала, што-то тревожыць мене. Пашла сматрець, двері, калітка адкрыта, одна, вторая курэй, ни одной не было. А патом я ўже ёх сабирала, паснягу искала. Пяць курэй у мене скушылі сабаки. Том гадук у мене скушылі шыщ курэй. Участковый приходил, протокол суставил, ну и всё на этом. Правооховники пагорачых следах проводят проверку. Калі высветлятся, што сабаки, які прычинили страты, маўдзе господара, ўяму прыззеце заплатить штраф. Махчыма отказать перад судом. Если не найдёт своего подтверждения, то есть установлено будет, что животное бродячее, информация незамедлительно будет направлена в сельский исполнительный комитет, в ПЖКХ «Витрыкомхоз» для принятия мер реагирования. Подают заявку на спецавтобазу, выезжает бригада по отлову бродячих животных. Дарадши героя сюжета – не одны, хто потерпел от зубов диких собачих зграй. Обострение именно конец зимы, весенний период. Собаки, во-первых, сбиваются в стаи. Все близлежащие к областному центру сельские советы, в принципе, испытывают те же похожие проблемы. Люди боятся выходить на улицу. Кинологи раят. При встрече с агрессивно настроенным собакам, главное – заховывать спокой. Если собака бежит к вам с рычанием, уши прижаты, то тогда старайтесь, пока позволяет расстояние, сделать вид, что вы нагнулись за чем-нибудь, взять камень либо какую-то палку. Это очень действенно для бродячих собак. Они уже это все знают, понимают. Если вы наклонились, взяли там жменю песка либо снега, собака сама остерегается и убегает прочее. А если это много собак, то просто одному справиться невозможно. Сграя приносит страты и наводит страх у темный час суток. Днем на улицах Тулава и Витебска таких собак мы не сустрели. И, напевно, не сустрели по вогуле, кали б люди были отказными за того, кого проручили. Юлия Устинова, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. В областном центре завершился четвертый междержавный турнир по Мастацкой гимнастыце – Кубок Пауношной столицы. У споборництвах приняли удел 250 юных грац из России, Литвы и Беларуси. Чим порадовали организаторы и издевили гимнастки в сюжете нашей корреспондента Сергея Мисураина. Не оглядевши на зусим юный взрост, Кубок Пауношной столицы уже стал визитной карткой витебских проставниц Мастацкой гимнастыки, где они ураживают специалистов, глядачовых болельщиков, яскравым спортивным видовищем. Юные грацы рыхтуют оригинальные программы, насыщенные складанными элементами. Практикование с мячом, булавами, обручом, где выдаешься на кольки легкой, технично, девчинки управляются сковарными спортивными снарадами. Все это турнир владелся в спортивной зале предприемства витебских котельных и теплосеток. На первые дни тут по просьбе организаторов зарабили рамон, как достойно принять шматриких гостей. В этом году к нам приехали новые команды Ярославль, Белгород. Наши давние друзья – это Краснодарский край. И самые большие наши друзья – это Клайпеда. Все это организаторы провели вилизарную работу. Кубок Пауношной столицы поширил географию удельнику и открыл новые имена перспективных спортсменок. Упершень у турнира приняла удел и команда с Белгорода. Новобранцы перодолели не одну сотню километров, как трапить в Беларусь. И это было варто того. Привезли деток, деток разных, от 7 лет до 17 лет. Очень хочется посмотреть немножко на международный уровень соревнований, потому что к вам проезжают гости из Литвы, из Чехии. Очень хочется посмотреть. И на дворо частые гости в областном центре спортсменки из Литвы. Летось у них не отрымалось, а выступить на Кубку Пауношной столицы. Термин из поборненства усыпали за внутренними стартами. На этот раз все сгладилось. Литовские представницы мастерской гимнастыки отрымали махчимость у конкурентной бородзбе спрэшить гоноровые трофеи. У дельницам турнира треба было не только завоевать симпатии судьбов, а и не подвести своих шматриких болельщиков. Перамок той, кто справился с хвалеванием и без помылок выкнал программу. У витебских гимнасток во всех взрослых группах были пераможные предосталы и прозовые места. Теперь наши ведущие спортсменки протягнут рахтоваться до республиканских стартов. Де, дороже, у всех учней заявляют про себя и группуют у дверы национальных команд. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Новины, Витебск. У четвер 7 лютого у Витебска у Палацы спорта отбудется доброчинный матч по хоккее «Добрый лед» помеж ХК Витебска и сборная аматора областного центра. Усе собранные сродки будут сенакерованы на допамогу тяжкохворым детям. Дадим разом шанец на выздоровление, развитие и житие. А выпуск новинок этом завершен. Я с вами развитываюсь. Бывайте здоровы! Синоптики поведомляют, что за утро по области в облачное с прояснениями в особных районах невеликий мокрый снег. Ночью ранятся и местами слабые туманы и гололед. На дорогах гололюдится. Ветер по дню лучше от 3,9, порывы дальше 13 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 3, минус 8. При прояснениях минус 9, минус 12. Днем минус 3, плюс 2. У Витебска у часа невеликий снег. Температура по ветру ночью минус 6, минус 8. Днем минус 1, минус 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова